Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и «Православным взглядом». Я Виталий Степкин, а мой собеседник в студии, митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, очень рад вас видеть. Так же взаимно. Здравствуйте, Виталий. Владыка, очень интересно мне сегодня поговорить на такую тему. Недавно обнаружил в интернете, и оказывается, молодежь обсуждает, что появилось такое направление, о котором я никогда даже и не подозревал, так называемый монастыринг. То есть люди едут трудниками в какой-то монастырь, казалось бы, все прекрасно, но на самом деле их посыл поехать не просто потрудиться, а снять это на видео, как говорит молодежь, запилить контент и выложить куда-то в социальные сети. Вот на ваш взгляд, это как нужно расценивать? С одной стороны, быть может, Господь и таким образом может человека к себе привести, но с другой стороны, ведь человек едет, мне кажется, от гордыни, или я ошибаюсь? Ну, это уж у человека самого надо спросить, что движет им, когда кто-то едет в монастырь для того, чтобы там какое-то время пожить, побыть трудником, разделить монашескую жизнь. Ведь во многом пользу человек получает не только от того, что он делает, но и ради какой цели он делает. В наставлении о стяжании Духа Святаго преподобный Серафим Саровский говорит о том, что только ради Христа делаемое добро приносит нам плоды Духа Святаго. Если человек делает, казалось бы, внешнее доброе дело, но с какими-то целями низменными, либо движим бывает страстью, то тогда это доброе дело либо полностью нивелируется, либо сводится к минимуму. Например, человек ухаживает за больным. Если им движет чувство христианской любви, если человек делает это во славу Божию, это одно. А другое дело, если человек делает, например, в намерении получить после этого человека наследство. Или он делает это по необходимости, а в душе ненавидит того человека, за которым приходится ему ухаживать. И поэтому, конечно же, тогда это доброе дело сводится на нет. Преподобный Иоанн Лествичник в своей книге «О духовной жизни. Лествица, возводящая на небо», пишет о трех основаниях, по которым человек удаляется от мира и идет в монастырь. Первый – это безграничная любовь к Богу. Когда душа человека пылает этой божественной любовью, и человек желает, как говорит апостол Павел, неразлучно быть с Богом. И для того, чтобы достигнуть этого состояния, человек идет в монастырь. Второе состояние – когда человек делает это для того, чтобы избежать вечной муки в будущем и получить от Господа награду, венец за те труды, которые он несет. И, наконец, третье основание – это глубокое покаяние в тех грехах, которые человек сотворил и желает залечить эту духовную рану. И поэтому вот преподобный Иоанн Лествичник говорит, что каждый, кто идет в монастырь, должен быть движим одним из этих состояний. Если же у человека нет ни одного из этих оснований, он пишет, то ваше обращение, отречение от мира, удаление от мира является суетным, бесполезным, никчемным. Другое дело, что иногда человек идет в монастырь не навсегда, а на какое-то время. И поэтому вроде бы эти мотивации здесь и не совсем обязательны. Человек просто начинает подумывать, а не является ли монашеский путь путем его жизни. Но человек еще не до конца уверен. И иногда духовники советуют таким людям испытать себя и прийти в монастырь на время. И не сразу рвать с миром и с тем укладом жизни, к которому человек привык, а сначала испытать себя, чтобы его уход в монастырь не был неосмотрительным, что человек придет в монастырь, а потом оказывается, что монастырь совсем не то, что он нарисовал себе в своем воображении, не то, что он где-то прочитал в каких-то книгах. Потому что монастырь – это не только и не столько тихая, безмятежная пристань, сколько такая крепость, которая должна выдержать много бурь, много треволнений. Это место борьбы, это поприще борьбы. И, конечно же, человек туда идет для вот этой духовной битвы за чистоту своей души. И прежде чем сделать этот шаг, если человек недостаточно себе представляет, что такое монастырь, иногда по совету духовника человек приходит в монастырь в качестве трудника на время отпуска своего либо на какое-то более продолжительное время, если человек имеет такую возможность. Обычно таких людей называют трудниками. Они не связаны еще ни обетами монашескими. Они не пришли в монастырь в качестве послушников, как тех, кто уже готовится к монашескому пострику, но еще и его не принял. Но, живя в монастыре, они полностью разделяют жизнь монахов. Участвуют во всех молитвах монастырских, в тех трудах, в послушаниях, которые несут в монастыре. И поэтому они как бы выживаются в эту жизнь изнутри. И, конечно же, как в первом случае для первой категории людей, так и для этой категории людей. Уж не знаю, насколько уместно все это фиксировать на какие-то современные гаджеты, делать фотографии, селфи, куда-то выкладывать, всем это оповещать. Это напоминает нечто такое, какое-то не очень основательное, не очень серьезное отношение вот к тому, чем человек занимается в данное время. Другое дело, если человек приезжает в какой-то монастырь в качестве паломника, вот, либо в качестве даже туриста, потому что монастыри наши являются очень часто такими известными не только центрами монашеской жизни, но это центры культурной жизни, вот, истории нашей. И люди приезжают туда познакомиться вот с тем или другим монастырем. Вот. И, конечно же, и паломники, и туристы, приезжающие в то или иное святое место впервые в своей жизни, они хотят запечатлеть и виды этого монастыря, и себя в этом монастыре. Вот. И где-то, конечно, многие в настоящее время это выкладывают в своих страницах в соцсетях. Вот. Казалось бы, это вполне естественно. И действительно, я себя вспоминаю в детстве. Это были еще советские времена, 60-е годы, когда я еще в дошкольное время со своей мамой впервые приехал в качестве экскурсантов на экскурсию в Троице-Сергиево-Лавру. Это не было паломничество, это была обычная экскурсия. Но для меня уже тогда это было паломничество. Потому что, ну, даже человек, который приехал на экскурсию, он иногда не может остаться равнодушным или бесчувственным к тому, что его окружает. Сколько людей, например, я видел в Троице-Сергиево-Лавру, которые приезжали туда туристами, а уезжали оттуда уже паломниками. Потому что, соприкоснувшись с древними храмами, с древними иконами, побывав даже не полностью, может быть, а частично за богослужением монастырским, человек не оставался к этому равнодушным и увозил с собой что-то такое, что потом заставляло человека либо еще раз и еще приезжать в этот монастырь, либо было толчком для более внимательного, более глубокого отношения к духовной жизни. И с этого иногда и начиналась духовная жизнь того или другого человека. Поэтому это тоже имеет место быть. Но опять вот для такой категории людей, которые просто вот приехали познакомиться с монастырем. Я понимаю, скажем, некоторых молодых людей, недостаточно церковных, воцерковленных, поверхностно воцерковленных, которые, ну, хотят, что ли, на опыте, что ли, узнать что-то такое для них, может быть, таинственное, экзотическое все. И вот они приезжают в качестве таких вот трудников в тот иной монастырь. Но тут, конечно, нужно быть очень внимательным. Стоит ли вот все выставлять на показ? Знаете, вот если человек построит себе дом из стекла, даже такие некоторые передачи на телевидении есть, где люди вот живут под стеклом, под всеобщим обозрением. И если обычный человек строит дом из стекла, комфортно ли будет ему жить? Когда вот он на виду у всех. Спит, кушает, так сказать, занимается какими-то делами. И вот когда всем все это видно. Уже когда вот человек на всеобщее обозрение распахивает свою душу, это не всегда хорошо, потому что тогда по этой душе может пройти человек и с грязными ногами, с не очень добрыми намерениями. Вот. И поэтому здесь нужна тоже какая-то и аккуратность, осмотрительность. И как во всем необходимо разумное самоограничение, так и здесь тоже, мне думается, такое разумное самоограничение должно быть. Владыка, ну я тогда прямо спрошу, вот вы сами заговорили о доме из стекла, вот это явление, так называемый монастыринг, он для самих святых обителей не несет какой-то опасности? Мы не превратим наши монастыри в дом-2? Ну, вы точно не превратите, да, я имею в виду не вас как ведущего, а вот поскольку вы говорите от лица вот этих вот людей, занимающихся, вот как вы назвали, монастырингом, не превратите, почему? Потому что в каждом монастыре есть игумен, в каждом монастыре есть духовник, в каждом монастыре есть братья, и ведь в монастырь прийти, даже в качестве трудника поселиться там, может не всякий желающий, вот пришел я, поселите, вот я пришел, вот хотите, не хотите, нет, это дело уже братья, вот, и игумен, конечно, с рассуждением каждого человека, который приходит в монастырь и желает поселиться, он должен испытать этого человека, с какой целью он пришел, что он ожидает от этого монастыря, какой результат он желает получить от своего пребывания здесь, в обители, в качестве трудника. И уже игумен, в конце концов, вместе с братьями, с духовным собором, принимает решение, нужен этот человек, и полезно ли ему, этому человеку, быть в монастыре или нет. Например, в монастырях Афона есть такое обычай, что если приезжают паломники, они не могут оставаться в этом монастыре более чем на одни сутки. То есть ты паломник, ты приехал, тебя поселят, ты помолился, и до свидания дальше. Если человек желает в каком-то монастыре пробыть большее количество времени, чем сутки, то тогда уже вот он поступает в категорию трудников, но тогда уже этому человеку диктуют некие правила внутримонастырской жизни, которые этот человек должен соблюдать. Не он со своими правилами приходит в чужой монастырь, а уже монастырь говорит, ты к нам вот пришел, вы должны вот вести вот такой-то, такой-то образ жизни. Среди афонских монастырей есть такие монастыри, где категорически, например, запрещено пользоваться телефонами. Вот, и не только для монахов. Монахи в этот монастырь, когда приходят с желанием принять именно там постриг, вот, они дают обещание, в том числе, что они не будут пользоваться и телефонной, и мобильной связью. Не все монастыри на Афоне именно вот этих позиций держатся, но вот, по крайней мере, к Серапотам есть такой монастырь, где вот к этому относятся очень строго. И поэтому, я думаю, что если игумен монастыря заботится о своем монастыре, о духовном состоянии братья монастыря и о духовной пользе тех трудников, которые, как приходит, конечно, он видит, где, значит, кого взять в эту обитель в качестве трудника, кого нет. Поэтому монастырям точно это не грозит. Вот. А вот будет ли польза этому человеку, приходящему в монастырь или нет, во многом зависит от него самого. Владыка, а еще, знаете, хотел спросить. И понятно, что, я думаю, что монастыринг – это о том, что мы говорим, выставляет что-то на показ, но это некрасиво, в конце концов, некорректно. А если, например, человек точно знает, что он не собирается быть монахом, но решил провести свой отпуск просто в монастыре в качестве трудника, вот это вот поощряется? Если он не собирается становиться монахом, совершенно точно. Ну, опять мы же говорим, а с какой целью? Вот просто в отпуске. Если он желает глубже узнать церковную традицию, духовную жизнь, то это одно. Конечно, это поощрительно и полезно для человека. Вот. А если какие-то цели, если просто человек хочет здесь выставить себя, ах, смотрите, в каких экстремальных условиях я побывал. Поэтому мне кажется, что здесь вот очень важно, с какой целью этот человек делает. А что вы сказали, что вот выставлять что-то на показ не полезно или вредно, но это не всегда тоже так бывает, потому что иногда бывает, люди что-то выставляют на показ для того, чтобы поделиться чем-то таким важным в своей жизни, что они умеют, чего они достигли, для того, чтобы этот опыт передать каким-то другим людям. Раньше это делалось только исключительно в живом таком общении, когда один передавал свой опыт другому. Сейчас это иногда делается, в том числе и посредством интернета, когда, например, люди являются, ну, своего рода такими талантливыми поварами, скажем, которые готовят какие-то блюда. И когда вот процесс приготовки тех или иных блюд они фиксируют на камеру, потом где-то делятся вот опытом, как вот им удается, как этой хозяйке удается сварить вкусную кашу или там борщ, и этот процесс заснят. Вот, и люди выкладывают. Поэтому, ну, в этом, я думаю, кроется уже не гордыня человеческая, а вот желание им где-то поделиться своим опытом. И это может быть, ну, в разных таких вещах. И когда человек, например, отправляется в какое-то путешествие, в том числе и по святым местам, и когда он снимает эти святые места, свое там участие в каких-то мероприятиях на этих местах, и потом делится с другими, в этом тоже нет ничего плохого, потому что он как бы говорит, посмотрите, в каком замечательном месте, например, побывал я в Святом Граде Иерусалиме. Вот здесь гроб Господен, где Господь воскрес из мертвых. Вот я был в Вифлееме, где Господь родился ради нашего спасения. Посмотрите, вот я здесь поучаствовал, но вы тоже можете последовать моему примеру и тоже получить ту духовную радость, которую получил я. Поэтому поделиться вот опытом посещения каких-то таких мест, это тоже хорошо. И поэтому, если какой-то трудник, скажем, побывал в качестве трудникова в монастыре, а потом с кем-то поделился своим опытом. Вот. Но опять, насколько нужно делиться вот таким опытом со всеми, вот, либо с теми все-таки людьми, которые, у которых есть запрос вот на какое-то хотя бы кратковременное пребывание в монастыре. Здесь тоже очень тонкая грань, которую нужно иметь в виду. Давайте, Владыка, перейдем ко второй части нашей программы. Предлагаю поговорить о таком святом, как святитель Тихон, патриарх Московский, всея Руси. 18 ноября 1917 года он был избран на патриарший престол, российский патриарший престол. Но вот уже по самому году, когда это случилось, мы понимаем, что вот насколько тяжелый крест ему достался. Ну, кто-то из известных людей сказал, что Россия не могла бы существовать, если бы Россией не управлял сам Господь. Потому что вся история нашей страны, нашего народа, это непрестанные свидетельства промысла Божия, которой являл Господь. И вот, когда наступали для нашей страны какие-то очень сложные времена, иногда Господь воздвигал таких праведников, которые, ну, по сути дела, являлись ангелами-хранителями или спасителями России, веры православной, народа нашего. Так же произошло и в 1917 году, когда разрушались традиционные для России формы государственного управления, когда Россия перестала быть монархией, пришло к власти сначала временное правительство, а потом правительство большевиков, во главе с Лениным, был изменен не только политический, но и идеологический курс, которого придерживалась государственная власть. Церковь, перестав быть государственной, попала в разряд ненейтральных, а гонимых, преследуемых, когда духовенство, верующих людей стали отправлять в ссылки, подвергать судебному преследованию, который часто заканчивался тюремным заключением и расстрелом. Действительно, церковь соприкоснулась с таким гонением, которое она не знала на территории нашей страны, по крайней мере, никогда. И церковь встретила вот этот вызов, к сожалению, как вот по своим структурам, тем, которые у нее были, были сформированы в синодальный период, не очень готовым, потому что еще Петр Первый обезглавил церковь, можно сказать, лишив ее традиционного управления, когда вместо патриаршего управления церкви было навязано коллегиальный орган управления Святейший Правительствующий Синод. И когда произошла революция, конечно, вот такая форма управления для церкви уже была совершенно немыслима. И собор в тех непростых условиях, собравшись в городе Москве, принимает одно из важных решений. Это вопрос был понят о возрождении патриаршества. И когда собор однозначно принял такое решение, что во главе русской церкви снова должен стать патриарх, как это было в древности, то стал вопрос, кто же должен быть избран на это патриаршее служение. Делегаты собора были люди разных мнений, и поэтому было очень много предложений, кто же должен быть патриархом всей Руси. В конце концов, благодаря голосованию было выявлено три кандидатуры и дальше очень мудрый собор стал дальше полагаться не на себя, а полностью возложил упование на Бога. Кто из этих трех окажется более способным или более состоятельным, что ли, вот ввести корабль в церкви Христовой среди вот этих очень сложных условий гонения и преследований, для того, чтобы церковь сохранилась, для того, чтобы она продолжила свою спасительную миссию, были кандидаты богословские, очень образованные, те, на которых возлагалась большая надежда, были люди с большим, богатым таким опытом, и вот их было трое. И тогда, помолившись, члены собора написали их имена на бумажках, и из Зосимовой пустыни был привезен на собор один старец, который вытащил вот одну из этих трех бумажек, а ковчег с этими бумажками стоял перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, на этой бумажке оказалось имя патриарха Тихона. Многие тогда, ну, без воодушевления, ну, немногие, будем так говорить, некоторые не с воодушевлением восприняли его избрание, потому что им казалось, что он более простой, более какой-то такой менее, что ли, богословски образованный, чем какие-то другие его собратья, которые были выдвинуты на служение патриарше. Но Господь среди этих усмотрел именно патриарха Тихона. И мы видим, как действительно промысел Божий здесь вот проявился во всей своей полноте. Потому что в то время именно такой первосвятитель и нужен был Церкви русской и русскому народу. С одной стороны, очень мягкий, добрый, отзывчивый, терпеливый, но с другой стороны, очень стойкий и непоколебимый. С одной стороны, который готов был вести корабль вот среди этих рифов церковных для того, чтобы он не был разбит об один из этих рифов. С другой стороны, он был бескомпромиссен тогда, когда вопрос касался вопроса веры, истинной веры православной. Ведь патриарху Тихону приходилось противостоять не только безбожной власти, не только где-то местечковым революционерам, которые самочинно, взяв на себя некие карательные функции, расправлялись с местными неугодными им священниками или монахами, верующими людьми. Но ведь и внутри церкви возникло такое движение, как движение обновленцев, которое изнутри подрывало основу церкви Христовой. И, конечно, в этих непростых условиях святейший патриарх Тихон вел корабль церковный, и благодаря его трудам, его молитвам церковь в тех условиях сохранилась. Она не погибла, и, казалось бы, против нее были брошены такие силы, которым церковь, ну, по чисто человеческим таким меркам не могла противостоять. Против нее работало государство, работала карательная машина государственная, работали враги церкви Христовой в лице вот обновленцев, но, тем не менее, церковь выстояла. Именно патриаршая церковь вышла, так сказать, из этих вот условий, еще более окрепшей, и, конечно же, в этом, в том числе, заслуга святейшего патриарха Тихона. Он и сам был очень высокой духовной жизнью, он был молитвенник, подвижник, вот, и, закончив свой жизненный путь в 1925 году и погребенный в Донском монастыре города Москвы, он спустя несколько десятилетий был причислен к лику святых угодников божиих, там сейчас в Донском монастыре покоятся его святые мощи. Спасибо большое, Владык, у нас буквально пару минут осталось и есть блиц-вопросы. У меня такой вопрос к Владыке, можно ли фотографировать Иверскую икону Божьей Майи в Иверской часовне в Томске? Благодарю. Ну, я бы не стал выделять какой-то один храм, одну какую-то икону, потому что вообще общее правило ни в каких храмах никакая самовольная съемка не дозволяется. И на многих храмах до сих пор висят такие знаки на входных дверях, фотоаппарат перечеркнутый. Правда, к сожалению, вот в последнее время что-то меньше и меньше эти правила кто-то соблюдает. И когда совершается богослужение, помимо аккредитованных, будем так говорить, или специально назначенных каких-то фотографов, которые должны зафиксировать какие-то моменты богослужения, снимает фрагменты богослужения или проповеди все, кому не лень. И иногда выходишь нам вон, чтобы произносить проповедь, и на тебя там смотрят сотни разных телефонов, записываются эти проповеди. Это не очень хорошо, потому что это как бы разрушает какую-то такую особую атмосферу в храме. Потом во многих храмах, где хранятся какие-то шедевры искусства в том числе, потому что святыни некоторые одновременно являются и памятниками искусства. И как в музеях, скажем, далеко не везде разрешается фотографирование каких-то памятников, то же самое и в храмах. Поэтому я думаю, что вопрос, когда возникает, можно ли где-то что-то сфотографировать, нужно обращаться с этим вопросом в том храме или в той часовне к тем людям, которые ответственны за эту часовню, и они уже дадут ответ, можно это делать или нельзя это делать. Это зависит от очень многих условий. Поэтому так вот сейчас на камеру, на телевидении сказать, дорогие братья и сестры, выстроились рядами дружными и пошли в Эверскую часовню фотографировать икону. Это неправильно, потому что, а для чего нужна эта фотография, вот как она будет использоваться, здесь много всяких вопросов возникает. Поэтому в частном порядке такие вопросы решаются. Благословляется ли отправлять на фронт бойцам сигареты? С одной стороны, это поощрение вредной привычки, с другой, даже в песне известной поется «А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене». Ну, если бы я собирал такую посылку, я сигареты бы не стал отправлять. Понятно, что есть люди курящие, для кого это может быть важно и дорого, но думаю, что есть какие-то другие не менее важные и очень необходимые воинам вещи, которые можно туда послать. Спасибо большое, Владыка. Нашим телезрителям я напоминаю, что адрес электронной почты православия 70 собака mail.ru. Пишите ваши вопросы, присылайте темы нашей программы, предлагайте точнее. А вас, Владыка, я благодарю вас за эту очень интересную беседу. Спасибо я вам, Виталий, нашим дорогим, уважаемым телезрителям. Желаю доброго здоровья, милости Божией и обильных Божьих благословений. Это была программа «Православный взгляд». Я, Виталий Степкин. Увидимся ровно через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!